Это участок улицы Восточной, станица Гастагаевская. Для того, чтобы уложить около полукилометра нового покрытия, фактически с нуля, бригаде с одним асфальтоукладчиком необходимо примерно два дня. Здесь 490 метров участок дороги. Это улица Восточная от улицы Советской до улицы, набережная улицы, Раздольная и улица Восточная. Ширина проезжей части 4 метра. Два слоя покрытия. Нижний слой покрытия из расчета где-то 6 сантиметров и верхний слой покрытия 4 сантиметра. Если бы видели, что было здесь изначально, оно было, конечно, здесь ужасно. Так выглядит сегодня один из участков улицы Комсомольской, там же в Гастагаевской. Туда в ближайшие дни перебросят бригаду Владимира Пименова. Также запланированы работы на улицах Раздольная и Западная. А это готовый участок улицы Пирогова. Здесь работу завершили на днях. Осталось отсыпать щебнем кромку, чтобы ее не повредили машины. Общая протяженность нового покрытия в Гастагаевской составит около полутора километров. В администрации города-курорта говорят, что в текущем году особое внимание уделяется ремонту дорог именно в сельских населенных пунктах. Ожидаемая протяженность отремонтированных участков уличной дорожной сети составит более 10 километров. В перечень объектов уличной дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования. 10 сельских округов и хутора Чембурка, среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в Станице Анапской, устройство тротуаров в Виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихатки. Дорожники говорят, что такое покрытие прослужит около 10 лет, а может и больше, при условии, что будут соблюдаться условия эксплуатации. Необходимо обеспечить отвод воды, своевременно чистить налет и снег. Кроме того, такая сельская улица не рассчитана на постоянный проезд большегрузного транспорта. Для полного застывания битума необходимо около суток легковому автомобилю, можно ехать даже по свежеуложенному покрытию, правда без резких маневров. Хотя дорожники рекомендуют делать так, только если есть острая необходимость. В остальных случаях с большим пониманием относиться к знакам, предупреждающим о дорожных работах.